Почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что он сегодня поступает в первый класс. Школы Самары готовятся к новому учебному году. Завершены ремонтные работы. Учебные классы и педагогический состав готовы ко встрече с детьми. В преддверии 1 сентября заглянем в одну из самарских школ. Новая крыша корпуса начальной школы, капитальный ремонт спортивного и актового залов в основном здании. Своих учеников 132-я школа Самары 1 сентября встретит в обновленном виде. Преобразились и мастерские для мальчиков, кабинет технологии для девочек, кабинет географии и две рекреации. Ремонт провели в музее. В спортивном зале школы теперь есть и новое оборудование, и инвентарь. Одну из стен украшает изображение баскетболиста с мячом. Стали яркими и цвета рекреации. В воплощении идеи и выборе цветовых решений принимали участие родители школьников. Мы выбирали вместе цвета. Баскетболист нарисовала я, я художник профессиональный. Но я все равно не ожидала конечный результат, что будет настолько эффектно, спортивно, современно. Мне кажется, дети будут такие счастливые. И вообще преображение, вот эти коридоры другого цвета, все какое-то такое звонкое, яркое. Приятно приходить в такую школу. В этом году в учреждении появится Центр детских инициатив, где будет работать актив школы. Он разместится в музее. Мы решили его расположить там же в музее. Позволяет помещение очень красивое, яркое, интересное. И, конечно, в этом Центре будут с нашим новым советником по воспитанию, активные ребята, и не только заниматься своей работой, творить, какие-то идеи выдавать. Ну а мы будем стараться их воплощать в жизни. Центр детских инициатив появится во всех школах Самары. Также в 20 школах Самары отремонтировали кабинеты цифровой образовательной среды и технологии. В 5 спортивные залы, в 11 кровлю, в 4 фасад, в 5 благоустроили территорию и установили спортивные площадки. Помимо этого, в 21 учреждении был сделан монтаж автоматических систем пожарной сигнализации и охранных сигнализаций. В августе все 378 муниципальных образовательных учреждений Самары прошли комиссионную проверку готовности к новому учебному году. Галина Топилина, Петр Поломеев, События.